привет привет всем это у меня кухня такая здесь опасаюсь до сих пор поверить не могу всем привет в общем вид из окна могу показать но здесь немного наверное видно не будет попробую свет выключить да и море так особо не видно добрый вечер и вот море где-то там в общем нравится мне этого классно люблю октаву каспий вообще прикольно здесь знаете я вот этот показа стану езжу сейчас да и мой родной город нет нет вот не было города погулять по набереж завтра с утра посмотрите вот утром завтра пойду и я не знаю здесь сейчас разницы во времени час где-то на тренинг начинается в 10 за мной за день этот ну в общем где-то часов 8 пол девятого я буду на море и оттуда я сделаю трансляцию и там здесь и к стуле лебеди прилетают или кто-то прилетает в январе час разница и в общем тут всех вот сегодня просто работал люди приходили вот рядом с набережной там вот есть место где вот лебеди да значит точно там лебеди плавают прям на море и очень красиво там народ собирается местные все 14 микр район да и в общем завтра покажу лебедей надеюсь что они завтра будут никуда не улетят и вот сегодня они были прямо напротив моего дома с телефона это батон захватите хорошо захвачу и вот покажу я вам просто снова одно дело видеть это в зоопарке со все совершенно другое дело видеть это вот ну вот так воочию прям перископ вообще знаете этот гениальная штука нравится мне последнее время то фотографироваться нравилось теперь видео научился снимать не знаю нарциссизм какой-то и чая покормить и как раз устал знаете сегодня отдохну сегодня вот вчера был уставший сильно пошел спортзал и думал этот чуть на кулисах не уснул 7 минут не добежал до своего плана вот потом в такси поспал сегодня в самолете выспался и вот весь день сегодня как-то хожу сегодня не спал и как-то на сон не тянет интересно подышите вот я сейчас пойду вот йодом подышу как раз мне спички надо купить здесь газ добрый вечер да сейчас не поздно ну лебедей я не увижу в смысле вы не увидите через телефону конечно сегодня я сегодня еще пойду перископ это супер вашу трансляцию пасу спасибо вот и море люблю слушать его там вот вдоль берега ходишь и прям классно вы были на тренинге ранее были кто у вас похожи мысли позиции жизни даже хорошо по стране спасибо уровне там этого не был я честно говоря первый раз слышу то это и знаете я так понял что все говорят об одном и тоже примерно то есть когда ты подключаешься к информационному потоку было бы в казахстане я не знаю где он был видать был люди пишут все говорят об одном и том же это когда ты подключаешься к единому информационному потоку ты не можешь не видеть другие мысли это понял что истина на приблизительно одна и все говорят одинаково единственное у каждого человека свой учитель и сейчас этих людей будет все больше и больше потому что растет аудитория просто людей стало больше которые ищут людей стало больше которые хотят понимать как мир устроен и как можно жить по-другому много людей которые устали уже от вот этой агрессии зависти ненависти злости и люди хотят высвободиться и поэтому такие люди появляются потом поменялась чистота вибрации земли до чистота увеличивается и сейчас поэтому многое что стало меняться в отношении взаимоотношениях в мышлениях и так вот еще еще если есть так и я вот тоже ищу пришла цигун центра советую цигун цигун да цигун вещь как я вас люблю я вас тоже спасибо смотрите цигун крутая штука на самом деле для самопознания для самому для сама дисциплины это очень здорово очень здорово и мне тоже очень нравится единственным моя день меня имеет потому что и вот ежедневно заниматься этим я как-то пока не готов и я понимаю что можно научиться упражнениям вам в ю тубе но не поверите я с собой скакалку вожу же третью командировку по моему и ни разу я на ней еще не скакал хотя по планами завтра должен 40 минут на ней попрыгать и так каждый раз это продолжается чем кенте не прыгал потому что было болела голова менялась погода что-то потом в остании не прыгал по что давление подскакивало в общем я так понимаю очень сильно я не хотел этим заниматься и вообще не занимался завтра проснусь я не знаю чего себе передумаю ну в общем бы скакалка лежит и каждый раз меня останавливают в аэропорту из-за этой скакалки потому что нас утяжелителями и там такие две трубки в ручках да и в ручках пружина для 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 веса и все думают что это бомба самолете и каждый раз останавливать сумку вскрывают очень сегодня даже вызвали в багажное отделение когда им сказал что скакалка не так на меня как на идиота посмотрели игорь как абстрагироваться главбуха она говорит что ненавидит мужчин нам навязывает это здравствуйте сегодня я задала вам вопрос ответ не услышал батарейка села в октаву много то нас скакалки на набережной скачет присоединяйтесь от главбуха абстрагироваться не надо вопрос если хотите еще раз услышать ответу задайте или посмотрите в предыдущей трансляции потому что я по моему на все отвечал вопросы на скакалки по набережной вряд ли я побегу потому что ну как-то у вас холодно в октаву температура невысокая в том плане что не по моему минус 4 где-то до хожу я с собой взял тот же пуховик в котором я езжу в астане и честно говоря мне в нем вот комфортно что в астане минус 25 градусов что здесь минус 4 как-то она схожа ну так здесь это я бы не сказал что тепло потому что даже при минус 4 температуры в астане в алмате в алмате теплее чем здесь но я не знаю что связано может это из-за влажности какой-то не какой-то здесь влажность же море рядом но здесь ветер дует сюда со степи в море не как относиться к человеку которым помогал постоянно он не отказал в помощи но отпусти его делай добро и бросай его воду армяне умные люди потому что когда ты делаешь добро и ждешь обратки то ну это не добро какое-то потом когда ты делаешь добро добро тебе добром вернется но не возможно не от того человека которому ты помог это с мультика а баланс вот в том-то и баланс что ты получишь обратку от другого человека не от того которым ты помогал это армянский мультик это как его соокеанс это армянская мудрая пословица вот поэтому такие дела классно что вы такой мультик знаете вот поэтому чем еще если есть так я знаю а с ним что делать плюнуть ему в лицо да ничего не делай отпусти его любимый подарить и пусть он идет на все четыре стороны вдох выдох и все отпускай ничего страшного нет в этом потому что разные вещи бывают и ой у вас какая горечь на языке принять и простить вот примерно так прям горечь прям вот обида у вас на кончике языка прям а он не денег должен а много должен прости извините но письмо прощение нужно но человека несколько раз писать очень много очень много очень много не знаю как то надо прощать потому что и больше утяжелять и не вернет он письмо прощение надо писать ежедневно всем сообщение пишет сейчас в фейсбуке ковыряюсь а я вот еще хочу рассказать вчера был на мастер-классе у тимура где его совесть ну может быть совести нет в это возможно будет даже кармический долг с прошлой жизни но не знаю относитесь к этому как хотите но в общем простите потому что печень и ваша печень желчи то будьте обижаться если мне надо обязательно писать про обиду конкретно конечно ты пишешь я прощаю тебя имя за то что ты козел меня тогда не отдал не вернул деньги не дал в долг в общем не поддержал не знаю чего там придумаете на что вы обижаетесь очень пиши прям прям адресное предметно вчера сейчас я найду у кого я был возможно даже покажу кто такой в общем я хочу моим помочь она всегда нервная и кричит всегда не у нас чем я могу помочь ей может все нужно все же нужно его поделить побить побить не знаю полюбить и любви ему просто вот я дарю тебе свою любовь и вот из груди просто ему передай маме дайте письмо прощения пусть мама пишет письмо прощения если вы сможете и убедить человек ищем сам найдет но просто положите дать или изменить сама она увидит почему ты изменилась и спросит как тебе это получилось в какое место его полюбить вы все-таки хотите мстить в общем про месть это не ко мне потому что все что связано смесью я это это точно не я просто люди имеют право быть такими как меня не есть они имеют право тебе кинуть на деньги они имеют право тебя не любить ненавидеть читала что письмо прощения пишу 20 день подряд писать 20 на одного человека или 20 просто избавляться от обид и писать разным людям вы вы прощаете должникам 40 письма прощения пишите 40 дней письма прощения форма есть в инстаграме там картинка такая где письма горят и там внизу есть форма и вот каких прощать на 21 день да может быть это ну это тоже помогает 21 день потому что это привычка раз и предположить предположительно что ты течение 21 дня когда делаешь что научите людей прощать почему 40 дней потому что ты должен снять эту информацию свою негативность со своего ментального поля с ментального с казуального очень вот этих полей и поэтому в течение 40 дней это немножко чуть глубже ну 21 или 40 не суть важна но в общем важно писать и будьте изобильными пишите 40 дней так так астана цена на мужа тоже можно писать он каждый день косячит пишите на мужа там смотрите там не то что тебе на спину плюнуть и ты пишешь одному человеку письмо там уж обидел ты только мужа прощаешь ты прощаешь всех начиная с родителей заканчивая собой друзей мужей там детей мужчин женщины в общем всех прощаешь так сейчас я посмотрю вот в общем его не могу найти то он такой у кого я вчера был тимур сержанов вот он наверное программный директор вчера познакомился человеком с одним прикольный чел оказался сейчас найду это он вообще ли не он не он это это не он это хочу его найти в этом в интернете в общем сейчас я скажу как его зовут он представился что он директор какой а что за тренинг где тренинг вчера был мастер-класс какой-то я в этот хожу в гранд-пул в этот тренажерный зал и там была рекламка висела что так все чё вам прощал прощание долги мне прощали долги я прощал долги в общем поэтому ну не знаю видишь с деньгами есть такая штука не давай в долг сумму больше чем ты готов простить если ты не готов прощать лучше не давать чтобы та жаба потом не душила потому что жаба душит ты у каждого человека есть своя цена что ли как бы это цинично не звучало и ты когда вот у тебя когда деньги занимают ты смотришь на человека и думаю что и посмотри внутри ты вот если он тебя не вернет ты ему простишь если у тебя эта сумма вызывать тебя растягивать что-то не готова не готов с этой суммы расстаться и просить этому человеку то лучше эту сумму не давай это все и не будет потом таких ситуаций раньше были ситуации мне до сих пор один человек денег должен много не много но по тем временам в это была бешеная сумма тогда для меня во всяком случае и так так он не их не вернул и в общем сейчас даже говорю у меня в печени четко ковыряется там не знаю очень прощать и отпустить его я вместе с вами поэтому отпускайте вы не простили не знаю если я вспомнил вы видите пишите письма если я вспомнил то наверное не простила может и просто помню не знаю я с чем это связано но вот как-то в печи немного этот ударила по моему видимо нет хакимов говорят приехал еще что не путь тоже чувак хорошо вот это рассказывает а вот он покажу а если у вас не простят чего вам за это будет да ничего не будет здесь дело же не в том простят ли меня здесь дело в том прощу ли я почему потому что печень моя если меня кто-то не простил печень его пусть разбирается своей печенью пишет письмо прощения а вот тимур сержанов вчера был я на этот и я понял на этим у меня грешным делами можно всех не можно всех кидать вы куда-то не то и введете вопрос же не в том что кого ты там кидаешь или не кидаешь смотри когда ты человеку должен да всегда лишний нерв от чего болит в общем когда ты должен сумму получается я могу не платить банку посмотри если те долги которые есть у тебя лучше отдать чтобы они тебя не тянули это как и знаете незавершенности но не хочешь гасить я течу сейчас скажу не гасить тебя посадят тюрьму или чё как избавиться от раздражительности часто стало проявляться это чувство раздражение надо важно принять и пишите письма прощения агрессию нужно выпускать и для этого нужно на тренинг выйти но прийти его или на индивидуалка я из вас ее выпущу быстро но самостоятельно можно только через письма там прореветесь про агрессируете общем в течение 40 дней в любом случае попишите мужчина возвращает энергию своей женщине в виде подарков у мамы часто были от почки этот может быть насчет седалищ на счет седалищного нерва седалищный нерв болит это нежелание идти так мощным то а почему перед человеком не так перед банком и перед банками перед человеком одной и тоже разницы никакой нет вопросы вы ведете все к тому что вы просто не хотите деньги отдавать и хотите что вам отдали с деньгами вопрос надо прорабатывать идите пособирайте 250 и не потому что с таким отношением деньгам вы денег как бы не заработаете так вот почки у мамы почки у мамы болят из за того, что это страхи, это боязнь будущего. Посмотрите, правое и левое. Если правое и левое, то это страх про мужчин и страх женский. Хочу, чтобы не вернули. Хочу, чтобы вернули, прости это. Я говорю, отпусти. Что ты циклишься на этих деньгах? Не циклитесь на деньгах. Это целая машина. Новая. Ну, что теперь? Завтра квартира эта будет. Я на моем подруге большую грина лице. Я читала, что это не любовь семьи. Не вру. Сидалищный нерв. Сидалищный нерв – это вот нежелание идти. Посмотрите, какую ногу тянет. Правую, левую. Простите, я тоже советую. Тут руку не поднимает, помогает. Правая нога – это не хочу идти с мужчиной, левая нога – не хочу идти как женщина. Посмотрите, в какую сторону защемило. Если правая нога, то это бояль создания отношений с мужчинами, если ты женщина. Если ты мужчина, то боишься идти как мужчина. Это все. А вообще, когда сидалищный нерв защемило, лучше приходить, я вам поставлю ноги на место и подправлю спину немного. Потому что даже если ты проработаешь психосоматику, а если здесь уже жена... Я вас не понял, к чему эта жена есть. А, в смысле... Игорь, часто ноет ноги, как будто ломит и крутит. Ноги болят, так не хочу идти. Вот то, что ноги ломит, это в общем, правая нога – не хочу идти с мужчиной, левая нога – не хочу идти с мужчиной. Это что такое правая-левая сторона? Это что такое правая-левая сторона? А можно как-нибудь заставить его вернуть долг? Я же вам объясняю, на энергетическом уровне отпустите и простите. Пока ты будешь держать эти деньги, его вот дай, 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 верни, 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 он тебе никогда их не вернет. Потому что ты держишь это напряжение и тянешь его обратно вниз. Это зациклилось просто по этому. Отпускайте и все. Машина, две машины, миллион, два миллиона долларов. Какая разница? Отпускайте. Я понимаю, это же, конечно, и это же не мои же деньги. Проклясть его. Вам на тренинг. Вот вы лучше ко мне на тренинг приходите, проклинать будете. Сейчас идите к бабке, к гадалке сходите. Пусть она его проклянет. А потом к твоим диетям вернется. Хочешь? Делай. Так делаю, только у мозгов нет. Вы извините меня, знаете. Нельзя с такой желчью жить. Потому что с этой желчью вы будете страдать, болеть. Но это ненормально, честно. И поэтому... Смотрите, вот насчет того, что вот насчет проклятия, ненависти, злости по отношению к какому-то конкретному человеку, да? Это все существует. Вот сегодня только днем говорили про магию, про порчу какую-то. Это же все работает. И ты сделаешь на кого-то, да? С этого человека он все равно будет искать и это снимать. Давайте бесплатно курс. Вы же умеете прощать. Знаете, что? Вот... Вы меня, конечно, извините, но нет. Я жест не делаю, и мной манипулировать у вас не получится. Вот и все. Бесплатно я не работаю. Вот так. Поэтому, в общем, делайте как хотите. А вот так. Нет, пусть это же красиво-некрасиво, но это же тоже для чего-то же вы вышли в эфир и как-то хотите... Ну, для чего-то она спрашивает, где-то это откликнется. Он специально достает вас. Для кармы же можно. Пусть достает. Вот. Поэтому... В общем, найдите себе другого специалиста. Что я вам скажу? Где я не должен? Ему не на кем. Ему не на кем, конечно. Помогайте уже. До свидания уже. Знаете, я вам скажу так, что вот сейчас я сижу, разговариваю вот в перископе. Вот такой я человек. И у меня есть семья своя. И на самом деле и времени, как бы это, да, и я его... Не то, что... Я его предоставлюсь с людьми. Это мой вклад, как бы такой социальный больше, наверное. И сейчас даже друзья мои, они смотрят мой перископ, потому что у нас нет возможности вот пообщаться вживую, потому что я постоянно летаю. Вот так. А вы со своими деньгами идите, в общем, разбирайтесь сами. Никто вам не поможет, и мир такой. И люди злые, и правительство козлы, и... и Путин козел, и все козлы, и поэтому вам так плохо. В общем, идите, разбирайтесь с этим сами. Это же ведь... Вам вернется же, вы мне поможете, а вам кто-нибудь другой поможет. В общем, Амар, мы с вами прощаемся, до свидания. Всем спасибо. Вот все, да, застрелили. В общем, его заблокировал. Кто такой, не понимаю. в общем, ладно. Наблокнуть его, подключиться же можно, может кто угодно. Ну, пусть подключается, потом этот... В общем, его заблокировали. Наконец-то. В общем, смотрите, давайте про ноги, да, правая, левая нога. Хорошо, не буду обращать внимания. Надеюсь, он поймет. Возможно, поймет. В общем, смотрите, правая нога, не хочу идти. Вот, если вы спрашивали, ему просто делать нечего. Ну, пусть он... Есть другие трансляции, пусть там он, в общем, смотрит. На чем мы остановились? В общем, давайте про ноги, да, закончу. Если вы спрашивали про мужчину, правая нога, варикоз, 21 года, на левой ноге. Левая нога, я так понимаю, если вы про себя спрашиваете, вы женщина. Левая нога, варикоз, не хочу идти как женщина, это, скорее всего, страх родов и страх замужества. Если ты уже замужем, ну, 21 год замужем уже была или нет, или что? Это не желание идти как женщина. В общем, вот так, в себе женщину важно принять. И тогда вот этот варикоз, он уйдет. Нет, не замужем. вот, не была. Вот, не хотим, это, это страх, страх, вот, не хотим, страх, боязнь выйти замуж. Страх, не быть, ну, быть как женщиной, что ли. Игорь, здравствуйте, это Камшат, у меня уже 5 дней, давление поднимается. Смотрите, насчет давления, да, это, возможно, агрессия, подавленная, но у меня, честно говоря, не то, что там 5 дней, у меня, по-моему, недели 3, вот, очень жестко меня выносило, потому что, что-то с погодой творится, и, по-моему, где-то там, вот, наверху, что-то там, то ли магнитные бури, то ли что-то, в общем, вы постарайтесь не есть жирного, пейте больше воды, и, в общем, перейдите на вегетарианство пока. И вам, вот, реально это поможет, давление немножко стабилизируется. Вот-вот. Мясо исключите, исключите мясо на время, и вот водички, ну, 2-2,5 литра в день, в зависимости от веса, 30-40 мл на килограмм, и веса, 1,4 чайной ложки соли на литр воды, в этой пропорции разбавляешь, и вот 2 литра в день пьешь. Я думаю, тебе это поможет. Как давление поднимается, чувствуешь, выпей стакан воды, соли, и всё. А лучше 2, если получится. Послушайте, это, видите, это же не я придумал, это вот есть профессор такой, Нюм Ивакин, есть врач этот, доктор Батман Хельш, он этот, вы не больны, у вас жажда, это есть книга, он написал, и, в общем, почитайте, там он, все пропорции, вот всё научно доказано, вот для тех людей, которые, вот прям, Игорь, вынужден номер телефона ваш, или помощника, мой телефон, 8701-9773, на моей странице мой телефон, а в постах, в основном, это вот, организаторов телефона. Сейчас не могу со всеми разговаривать, поэтому, в общем, не я веду это всё, индивидуальные записи я пока сам веду, а на тренинге люди записываются, в общем, пока через организаторов. Не знаю, как в этом году я всё выстрою, но немножко схему хочу поменять и на этот год, и немного себя высвободить, потому что, вот, на телефонные звонки я не успеваю всё равно отвечать, и про Тимура не договорили. Вот, про Тимура. Грешным делом хотел в докторантуру поступить, в общем, послушал, сходил в нархоз вот на мастер-класс, в общем, вёл Тимур Сержанов, он академик, причём молодой академик, ему чуть больше 40, может, 40, я не знаю, вице-президент клуба главных редакторов РК, член Союза журналистик и РК, отмечен, в общем, его Назарбаев даже похвалил, и мы с ним поговорили, в общем, интересный такой человек, тоже идёт своим путём, в лес женский, там, я не знаю, как, вот, знаете, меня всегда поражают люди, которые говорят, авторский тренинг, там, 11 тренингов своих, в общем, тематик, честно, я не понимаю, вот 11 тренингов, как он успевает их читать, сколько раз в месяц он их читает, или сколько раз в год он каждую тему вот эту освещает, но в любом случае он интересный человек, очень умный, и это больше была лекция, не мастер-класс, и там чёткое позиционирование, вот это бесплатно, а вот это моя интеллектуальная собственность, это уже за деньги, да, и меня, честно говоря, всегда это так напрягало, что почему люди, ну, как-то боятся делиться, что ли, не рассказывают, это же, ты вот говоришь, да, я, знаете, меня больше всего удивляет не то, что вот буду слушать и сердиться, чтобы рейтинг поднять приятно с полезным, а ставить сердечки будете, классно, большое спасибо, пусть будет этот, потому что, пусть поднимается, рейтинг, потому что я сейчас хочу накрутить в перископе людей для того, чтобы больше слушало, сейчас, ну, и Ютуб, конечно, соответственно, потому что раньше я боялся выходить, сейчас, в общем, вот так, и он тоже, знаете, ну, он целый академик, да, понятно, что у него академический мозг, и он уже сам дошёл к тому, пришёл к тому, что эмоции являются первопричиной человеческого успеха, и мне понравилась такая фраза, что он сказал, не надо предлагать тонкому миру толстую кишку, она такая двояткая, в общем, я её прям записал себе, мне очень понравилось, человек интересный, безусловно, 20-го числа на МК будет практика, блоки расчищать будете, извините, что вас прерываю, 20-го на МК я думаю, мы посмотрим, как мы это будем вести, потому что будет зависеть от количества человек, и чего люди будут хотеть, потому что мастер-класс, это он больше, это будет, как бы, это же не тренинг, и поэтому там я уже вот особо не насильничаю людей, в том плане, что кто хочет, тот работает, кто не хочет, тот не работает, потому что когда, одно дело, когда вот на тренинге ты по одному человеку выводишь, я не работаю, там 2, 3, 4 человека, и другое дело, когда 20 человек одновременно, это реально на секту похоже, и для человека, который это видит впервые, ну, очень странно, для людей, которые не готовы, я сам свои впечатления помню об этом, но, пожалуйста, тренинг сейчас у вас дорогой, или лучше прийти на индивидуальные занятия, лучше прийти на тренинг, тренинг выходит все равно дешевле, чем индивидуальные занятия, вы уж мне поверьте, потому что рано или поздно вы все равно придете на тренинг, вам будет этого мало. Индивидуальные занятия, они, знаете, они больше перекрывают, ну, вот, ты пришел и ушел, и все, и больше ничего не было, и ничего ты не понял, тебе блоки посниму, а информации будет не хватать, и где-то ее надо будет набраться, а ее, ну, как таковой нету. вот, и в группах, ну, сильнее, там больше провокаций, больше, там, много чего там, пара по-другому, тренинг лучше, поэтому. На МК приходите, посмотрите, вы поймете, что это такое, и, ну, если вам прям так надо, то и с блоками поработаем. С вас начнем тогда. Придете, и тогда первые выходите. Когда я скажу, ну, на ком мы будем показывать, просто выйдешь, и мы с тобой поработаем. Вот. Гульнур, да, я запомню. туда, ну, Вот. Приедете, мы с вами поработаем, поплачете, посмеетесь, да, и все. Посмотрите, что такое, потом поделитесь это впечатлениями, там, я не знаю, отзыв там, или видеоотзыв сделаете, или такой отзыв напишите, ну, в общем. Сейчас Гульнур, удачи вам. Да, ночь. Вот. Даночка пишет, Гульнур, удачи вам. Так, лучше, конечно же, на тренинг, Гульнур, выход конкретный. Спасибо, приду, приду не накрашенную. Знаете, всегда смеюсь, все говорят, ой, знала бы, пришла бы не накрашенная, что вы не предупреждаете. А как предупреждать? Приходите не накрашенные, возьмите с собой подгузники, да? И тогда будет этот, очень много народу у меня на тренинге, конечно, соберется. Поэтому, в общем, лучше, поэтому я никого не предупреждаю, там, накрашенная, не накрашенная, приходите, не приходите, потому что начнут задавать вопросы. Все равно, люди вот смотрят, знаете, вот это видео, которое в Ютубе, люди смотрят, вот, 37 минут, которое идет, и я думал, может, не будут приходить, или как-то будет страшно, но люди все равно приходят, потому что, не знаю, что выглядит со стороны страны. Я сам бы недавно посмотрел это видео, которое с гор, и, в общем, оно такое, скажем так, неоднозначное. страшновато. вот, я сам смотрю, мне жутко, да, еще как КТК сняли, так вообще, я хочу прийти к вам, но боюсь. Вы приходите, не бойтесь, это, со стороны это выглядит, все хотят найти выход и вход в лучшую жизнь. Ну, знаете, интригующее видео, видео интригующее, оно цепляет, конечно, но для людей, которые не готовы, оно прямо вот отталкивает, но людям, которым надо, они видят, когда сразу говорят, вот мне туда надо, я туда пойду. не знаю, все по-разному, ну, в общем, пусть так будет, пока. Вот. Что еще? В общем, не знаю, сейчас я вот, должны были еще видео подготовить, мы с Сейнурой Спеновой сняли этот интервью перед Новым годом, и сейчас его монтируют, и тоже выложу в YouTube, я так понимаю, что я с Алматы приеду, возможно, оно уже будет готово, и, в общем, посмотрите, там тоже интересно получилось. Вот. Еще, скорее, я вот не знаю, как это получится, не получится, будет или не будет, ждем, ну, классно. Я, не знаю, я же, я тоже хочу к вам, но сама не знаю, что меня волнует больше. Вы приходите, я найду, что вас волнует, почему? Потому что по телу видно все, абсолютно, Люди все думают, что можно чего-то скрыть, что никто не видит, но на самом деле люди все видят, все чувствуют, и когда перед тобой стоит человек, по нему можно прочитать, ну, все практически. Как живет, чем дышит, его взаимоотношения с противоположным полом, взаимоотношения с мамой, там, до смешного доходит сегодня вот риэлтор, который квартиру сдавал, спасибо. Вы не поверите, мы с ними вот, они мне задали один вопрос, вы тренинги ведете? Я говорю, да. Она такая, а про что? Я говорю, вот смотрите, у вас обиды на маму, там, вот агрессия, там, она такая, правда, а вот у нее что? Я говорю, а вот у нее там вот то-то, 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 там, вот зажато здесь, там, агрессия на мужчин, там, ну, ненависть, она такая, тоже правда, а когда к вам можно прийти? В общем, на два дня мы не можем, а вот придем, вот, на индивидуальное, и в понедельник они приходят, да, то есть, люди думают, что никому не видно, а это реально видно, и причем вижу не только я, видят все, единственное, не все, себя слушают, потому что первые, здравствуйте, Игорь, скажите, после того, как он начал писать про щелки, стали сниться, странные сны, пусть снятся, пишите, это нормально, все, что было с вами сейчас не происходило, может быть тошнота, рвота, понос, слезы, истерики, что еще, могут в лимфоузлы воспаляться, в общем, разные вещи будут происходить, это вот выходы, пусть будут, ничего не бойтесь, пусть выходит, и не переживайте, вот, и поэтому первые 11 секунд говорит твоя душа, и потом включается мозг, то есть, душа знает все ответы, как только ты первый раз увидел человека, ты уже знаешь, что перед тобой стоит, на 11 секунде включается мозг, пожалуйста, и после этого ты, в общем, начинаешь человека оценивать, рост, вес, пол, социальное положение, то есть, профессия, там, и все, включился мозг, и он начинает тебя путать, но первые 11 секунд, ты уже понимаешь, с кем ты разговариваешь, вот, что еще, я восхищаюсь вами, всем рассказываю о вас, большое спасибо, знаете, я, в общем, очень, я очень благодарен вам, потому что, меня, честно говоря, это вдохновляет, хотя я не была еще, не была у вас, меня это очень сильно вдохновляет, почему, потому что, очень важно человеку слушать обратную связь, что, вот, я же тоже, знаете, у меня и самооценочка иногда занижается, и тем ли я занимаюсь, а вообще, нужно это или не нужно, да, и, откровенно говоря, когда я только начинал, я вообще не понимал, насколько это важно, или ваши слова при вам проникают в душу, спасибо, вас интересно слушать, я вас очень сильно всех благодарю, знаете, я когда вот, а у меня дома, я когда слушаю звук перископа, папа кричит, то, чай Игорь ждет, спасибо, и папе спасибо передайте, и вам большое спасибо, потому что, очень приятно, что вы меня слушаете, и мне очень приятно, что есть аудитория, и что я могу вот с вами вот так делиться, и на самом деле, я вместе с вами раскрываюсь, и вы позволяете мне расти, поэтому я вам очень сильно благодарен, да, меня часто спрашивают, что я везде подписан на вас, круто, спасибо вам большое, часто спрашивают, большой ли у меня опыт, и как долго вы этим занимаетесь, там, и откуда вы это все знаете, на самом деле, знаете, у меня такое ощущение, иногда складывается, что я шел к этому, наверное, всю жизнь, да, но, как только я с этим столкнулся, прошло всего где-то 4,5-5 лет, профессионально этим занимаюсь, всего полтора года, и вот приближается к двум, то есть, я, у меня другой, другой деятельности больше нету, кроме их, как этой, и я вам скажу больше, что вот за вот эти полтора года, я, через меня прошло где-то порядка, двух тысяч человек уже, наверное, уже к двум тысячам подбирается, если уже не перешло, я сейчас уже не всех, ну, как бы, регистрирую, что ли, потому что, я же говорю, я очень такой, как, прагматичный, что ли, отчасти я же делал по знаку зодиака, и поэтому у меня все, вот, все ходы записаны, и около двух тысяч человек уже прошло, поэтому очень было много контактов, вам ваша работа, что дает в физическом плане, в физическом плане, я очень, как бы, в энергетическом, смотрите, чем больше через тебя проходит людей, чем больше у тебя соприкосновений с людьми, тем шире твоя картина мира, чем больше твоя социальная сеть, тем ты, ты, как бы, ты опытней, что ли, и получается так, что, чем больше ты людям отдаешь, тем больше ты получаешь, ты в плане, вот, смотрите, если бы вы ко мне пришли, там, допустим, год назад, я был намного меньше, сейчас я намного больше, в плане энергетики, и вот, знаете, на расстоянии работаю, на расстоянии могу, да, умею работать, вообще, на самом деле, знаете, расстояния нет, вот, добрый вечер, расстояния нет, и мы работаем, я работаю и на расстоянии, по перископу могу поработать, если кто хочет, могу работать по скайпу, единственное, немножко дольше, и потому, что там нет, нету такого подойти, чтобы человека там, физически как-то тряхануть, но, науру, вот, как-то, человек должен доверять, если ему прям сильно надо, можно поработать на расстоянии, так я работал, и когда я начинал, только было, было мне интересно, и работал, и с Нигерией, и с Москвой, и с Таиландом работал, и с Новосибирском, по-моему, нет, Новосиба не было, вру, с Талдукурганом работал, из Алматы, с другом, он там, когда я ему сказал, возьми с собой ведро и салфетки, он, не понял сначала, а потом понял, для чего это все надо, вот, то есть, такие дела, единственное, у меня есть, конечно, такие же вещи, когда я, знаете, не все поддаются, в том плане, что вот родственников, как-то сложно в этом плане, родственники уже все, вот двоюродные какие-то, этот, кто уже все приняли, после, после КТК, потому что, у нас менталитет такой, что по телевизору показали, значит, как бы, значит, круто, да, и родственники приняли, а то, что все шарлатан, шарлатан, сложно было объяснить, что это такое, и, а вот, мама еще поддается, а вот папу не могу еще, как-то, как-то он не хочет, почему, вот, а так вот, тетя, дядь, своих родных, уже со всеми поработал почти, вы подстриглись, классного, большое спасибо, я подстригся, это вообще, знаете, это очень смешно, почему, потому что, я приехал, у меня в Чемкенте, подо мной была парикмахерская, и, я в последний день решил подстричься, по чемкентским ценам, пошел в парикмахерскую, зашел, а там оказалось, эта парикмахерская только для женщин, у мужских мастеров, у них нет, и, в общем, уехал я в Алмату лохматый, и, а с утра, у меня в 11 утра, вчера было, было интервью, с журналом Fox Populi, и, нужно было там фоторепортаж делать, и поехал я искать парикмахерскую в 10 утра, и, как выяснилось, в 10 утра парикмахерские не работают, и нашел я парикмахерскую в этом, в променаде, возле стадиона, и, в общем, подстригся, это самая дорогая стрижка за всю мою жизнь, потому что так дорого, я еще не стригся, отдал я 4 тысячи за эту прическу, в общем, жена меня раскритиковала, сказала, что за тысячу тенге стригут, ну, точно так же, Игорь, недавно моя сестренка ввергла меня в шоу, сказала, что у нее чувство, будто она скоро умрет, Игорь, а ваша супруга тоже кореяночка, моя супруга казашечка, а сестренку вы свою приводите, потому что, если есть ощущение смерти, значит, есть, скорее всего, есть воздействие, воздействие извне, ну, есть воздействие извне, и поэтому, в общем, с этим лучше поработать, это внутренне, вообще, вот насчет, если, насчет супруги, если поговорить, то, мне очень сильно, повезло, потому что она меня очень сильно любит и поддерживает, потому что, с моей профессией, я сейчас, вот в январе, в месяц, в неделю всего нахожусь дома, и она, вот, детей, там, она их водит везде, там, в садики, в школы, там, за ними ухаживать, что-то там, этот, и, не хочу ничего, Игорь, вы занимаетесь благотворительностью? Я благотворительностью не занимаюсь, вот, и, не потому, что, это, у меня к этому какое-то отношение не то, но я, насколько понимаю, так, что, важно сначала решить свои проблемы, а потом ты можешь заниматься благотворительностью, так как у меня стоит вопрос жилищный, расскажите про жену, поэтому я решаю, пока свои вопросы закрою, потом, возможно, буду заниматься благотворительностью, и сейчас я думаю о каком-нибудь проекте социальном, но, знаете, в основном люди, которым помогаешь, и вот, просто так, будут появляться вот такие омары, которые вот сегодня были, и, и будут, в общем, просить все бесплатно, утром просыпаюсь, разбитая, как будто ночью, и будут появляться омары всякие, и поэтому, в общем, как-то, знаете, помощь должна быть направленная, ну, то есть целевая, поэтому, я этим не занимаюсь, единственное, я подаю, конечно, там на светофорах каких-то, и то в моей жизни, знаете, попрошайок не стало-то, потому что, раньше было как-то много, я встречал, а сейчас не на светофорах, нигде нету, может, их выгнали из города, но я как-то не попадаю, вот, насчет супруги, она, в общем, меня очень сильно поддерживает, и, знаете, больше всего меня поразило то, что, поражает то, что, когда я, когда мы поженились, я был, я был, вот, вот, без денег, да, ну, вот, с голой жопой, и, вот, чего она за меня замуж пошла, я вообще тогда не понял, нищий, да, вот, вот, и, потом, в какой-то период я стал зарабатывать деньги, после этого я стал зарабатывать еще больше, потом, в общем, стал уже директором там по продажам, уже появился статус, и более-менее приемлемая зарплата на сегодняшний день, да, и в какой-то момент я это все бросаю, и говорю, что не буду я заниматься вот этим директорством, не скажете, как писать себе писем за себя, как, бросил, и, в общем, знаете, ей было стыдно вообще первое время говорить, кем я работаю, там, вот, психолог, шарлатан, непонятно кто, потому что психологического образования у меня нет, и я не психолог, и поэтому ей сложно было объяснять, чем я занимаюсь, и, в общем, кроме как шарлатанства, она это как-то никак не видела, и, то есть, до захода в 500 тысяч тенге, там, зарплата была, да, последняя, и потом упасть до 50, до 70 тысяч тенге, когда просили, делали сборы в школе, там, по 2, по 3 тысячи, там, на какие-то тетрадки, там, или на мыло, там, на тряпки, оказывается, скидываются, да, на ремонт класса, какой-то там, ну, всякие дела, мне казалось, что это не сборы, а поборы прям реальные, потому что 3 тысячи для меня было, ну, непонятно где взять, и это продолжалось, где-то года полтора-два, и, а как вы начали заниматься деятельностью, и, вот, было очень сложно, знаете, и как она это терпела, я не знаю, у нее была депрессия, у меня была депрессия, все-таки это у вас дар, вы избранный человек, это так, я, у меня это не дар, не избранный я человек, я просто, я просто люблю людей, и добрый вечер, единственное, что нужно для, для вот, того, чтобы этим заниматься, это важно очень любить людей, и, знаете, то, что вчера на мастер-классе я понял, то, что наука, она очень далека от души, и мы, вот, наука, она как-то отделяет, и, очень много завязано, и у психологии, там, вот, научный подход, там, калибровки идут, но, важно людей научить чувствовать, и, очень, знаете, чтобы психологу научиться чувствовать, это нужно, столько, столько народу через себя пропустить, потому что, очень хорошо чувствуют врачи, которые, там, вот, вот, у кого очень много таких контактов с людьми, те люди начинают в какой-то момент чувствовать, они, у них появляется ощущение, что они как-то видят, что ли, людей, поэтому, в общем, вот так, с какой книги можно начинать читать, ОШО, педиатры, да, любые врачи, честно, если, ну, врачи чувствительные, вот, которые, они, вот, знаете, любят свою работу, они становятся чувствительными, конечно, хирург, ему, все равно, он там, у него, что-то рук, что-то человек, там, под наркозом, ему, все равно, но и то он же с ними разговаривает, и поэтому, в общем, у людей появляется такое, у педиатров, да, осознанность читать, в общем, знаете, я скажу, я, знаете, чувствую наркоманов, котика, да, посоветую, я начал читать секрет, быстро записывать, так, да, в разе большого опыта, может, по виде пациента сказать, о его болезни, в общем, смотрите, книги, «Беседа с Богом», Нил Дональд Волш, это то, с чего я начинал, Роберт Киосаки, «Если хочешь быть богат, не ходи в школу», «Богатый папа, бедный папа», «Квадрант денежного потока», в ютубе найдите «Радислав Гантапас», «Оша», любую книгу, вот просто возьмите и начните читать, на любую тему, «Материнская любовь», «Монах, который продал свой Феррари», это, как это, Робин Шарма, «Лидер без титула», то есть, вообще, на самом деле, знаете, я вам скажу, что я начинал, у меня все начиналось с лидерства, да, то есть, и у меня диссертация, вот последняя, как бы, ну, как последняя, единственная, пожалуйста, моя диссертация, она вот, тема лидерства была, и вот, магистратуру, когда я заканчивал, и на самом деле, мне было очень интересно, Игорь, а сестренке моей надо на индивидуальную, на ее воздействие, извне, это клевая книга, монах, которую продают, кстати, я когда читаю Ошу, у меня начинается кружится голова, Оша глыба, Оша очень глубокий, а сестренку просто приводите или на тренинг, или на индивидуальную, вообще, лучше на тренинг сразу приводите, там все поработаю, вытащим, вам так дешевле выйдет, в плане рационализации лучше приходить, приводите на тренинг, может, потом написать, чтобы все не запомнила, книги, хорошо, потом напишу список, список литературы, потому что то, что просите, то вам напишу, вот, поэтому, смотрите, 8701-9773, книги, пожалуйста, напишите, тоже не запомнила, Оша в смысле глыба не читать, если голову кружит, мы здесь, Оша в смысле глыба читайте, но его важно понимать, его прям нужно, вот, вот, его, в него прям нужно вчитываться, и еще раз я вам скажу, что почитайте, есть, вот для всех девчонок, для женщин, для, для мужчин я уже не советую, потому что мужчины, почему-то к этому, как-то не так относятся, и, откровенно говоря, немного лень, наверное, да, сам читаю, не могу дочитать, сам потихоньку упражняюсь, но, напишите, после, есть вот такие, смотрите, есть вот такая книга, даоские секреты любви для мужчин, вот такая же книжка есть, только для женщин, это про мультиоргазмы, это, в общем, там посмотрите, в общем, очень интересно, поэтому, это что, вот вы мне объясните, вот эти скобки, это что значит, все их ставят, я, честно, не знаю, как на них реагировать, гульнортурга, а, я тай, да, а, это улыбки, понятно, а то я понять не могу, что это мне все их высылают, может, может, чего-то не сказать, хотят и стесняются, а то они, это, уятай, тоже, и так тоже есть, в общем, смотрите, вот эти даоские секреты любви для мужчин, да, мы вообще свои, эти, свое тело вообще не знаем, да, если вы там вот посмотрите, там вплоть, я не знаю, Камасутра это, или как это назвать, но здесь, вы поймете свое тело, и научитесь запускать оргазмическую орбиту, и женщина, и мужчина может самостоятельно разгонять свою лимфосистему, поэтому, в общем, просто этим как-то займитесь, вот, вы можете, сколько стоит эта книжка, эта книжка стоит недорого, но она, по-моему, я ее покупал, Игорь, как зовут ваших дочек, сколько эта книжка стоит, в общем, смотрите, эта книжка стоит полторы тысячи тенге, в книжном городе я покупал, но так как я ее, вот на каждом тренинге про нее говорю в Алмаке, она закончилась, вот книжка, даотские секреты любви для мужчин, в общем, фотографируйте, единственное, вы еще объясните, как вы фотографируете, а, потому что я не умею фотографировать, вот с перископа, как это делается, фотайте, а женщина можно читать на айфоне, а, на самсунге нету, да, женщинам нужно читать, есть такая книжка для женщин, но на самом деле здесь, вот, а у вас айфон, у меня самсунг, на самом деле здесь, знаете, есть разные штуки, здесь и для мужчин, и для женщин, но она здесь больше направления, ну, как бы для мужчин написано, типа, их языком, вот, нажмите на блок, окей, одновременно, продолжительно, что за блок, фоткается, а, я все понял, я попробую, потом сфотографировать, вот, поэтому, посередине, который хорошо, понятно, вот, и поэтому, в общем, спасибо, я так и сделал, вот в айфоне, кнопка блокировки, хорошо, это, и посередине, а, вот это сбоку, и, короче, этот, хорошо, в общем, смотрите, насчет вот этих, вот, ятай, скажите, как сделать так, чтобы муж торопился домой, для того, чтобы муж торопился домой, он должен себя чувствовать дома, мужчиной, ну, это уже работа, наверное, а то вечные всякие встречи, у меня супруга тоже очень ревностно относится к моим каким-то встречам, особенно потому, что у меня все встречи с женщинами, да, и при этом она понимает и знает их, ну, то есть, я говорю, я там иду, там туда, я иду сюда, а с кем ты идешь, у меня встреча вот с моим организатором, там с таким-то, там с таким-то организатором, и все, и встречаюсь, ну, в общем, это же тоже женщина, и ее тоже колбасит, и нормально, не знаю, но, о моего встречи ночью, в общем, смотри, тяжело в вашей жизни терпение, и вот, супруги, да, очень непросто, наверное, встречи ночью, у меня тоже встречи ночью, я вот тренинг заканчиваю, потом мы едем, я в 11 часов ночи домой прихожу, потом у меня дома, вот представь, я в командировке там 2 недели, да, потом приезжаю, работаю там до 9-10, потом еще какие-то встречи, и прихожу домой в 12 часов ночи, да, и вот ее состояние, она везде не одна, не в общем, то ли дома я, то ли не дома, в общем, понять можно, но, я не знаю, вы смотрите сами, да, ей так повезло с таким мужем, я честно не знаю, как ей там повезло, потому что я не самый простой человек, с которым, со мной не так просто жить, и к нам, и как нам быть женщинам, а женщинам надо быть так, смотри, мужчина, смотри, любой человек должен, он, в общем, мужчина, смотри, когда мужчина пропадает на работе, хороший человек, но ужасный муж, вот муж я точно ужасный, потому что со мной даже поругаться нельзя, понимаешь, потому что со мной, когда начинает она ругаться, я начинаю с ней дышать, я вытаскиваю с нее блоки, и вся ругань заканчивается, примерно так все наши ссоры и заканчиваются, вот, и смотри, мужчина идет туда, где он наиболее эффективен, если ты, у меня плохое отношение за ловкой, если ты, если муж себя чувствует дома неэффективным, он будет пропадать на работе, потому что там он эффективный, а ей, наверное, так хочется поругаться, потому что он там эффективный, поэтому он туда идет, дома он себя может не чувствовать мужчиной, и поэтому он пропадает на работе, поэтому он идет к друзьям, поэтому он спьет пиво с друзьями, а ты в это время одна дома, когда он приходит домой, ты начинаешь на него кидаться, ругаться, и все, почему-то мы друг другу не понимаем про мужа, сестренки, что нужно делать. Что нужно делать, в общем, будь к нему внимательней. Вообще, я вам так скажу, смотри, да, ругаться начинаю, ну вот, и что он будет дома сидеть? Что с тобой дома сидеть, если ты всегда ругаешься? Ему же тоже не в прикол, нужно просто быть слабой. Вот, ну, вот правда. Нужно просто смотреть, твою силу не то у тебя не заберет, но вот проявление твоего мужского характера, оно нафиг не нужно никому, потому что хочешь быть мужиком, будь одна. Вот и все. С мужиками не спят, поэтому нафиг надо. Ну, не все с мужиками не спят, конечно. Поэтому так. лучше заплакать, чем ругаться. Ну, плакать, знаете, вы же плачете, как я хочу замуж. Если муж знакомится с соцсети. как вообще, так это как, в соцсетях знакомиться? Честно, зачем ты лазишь везде, в постоянной усталости, чего даже если не работаю? Это нехватка энергетики, усталости, из-за того, что не хватает. Это надо жить и захотеть. Вкус жизни ему, возможно, потерял. Я все время, вот все время проверить. Смотри, если ты боишься, что он тебе изменит, запустить энергию. В общем, это блоки надо убрать, и тогда энергия запустится. Вообще, если это настоящая любовь, то должно быть счастливым, когда счастлив он. Вообще, вот это да, правда. Но, смотрите, вы убрали уже блоки. Кому? Кому блоки убрали? Так, вы тогда напишите, как вас зовут, потому что я вас не этот. Как долго, вот на какое время этого хватило? Скажите, вы на тренинге была. Ну, Камшат. Вы с Астаны, да, или с Алматы? В общем, в любом случае, смотрите, когда я приеду, приходите уже на наполнение, хорошо? И вот, честно, мне вот, не Алматы. В общем, смотрите, приходите на наполнение, там наполним, этот, и, в общем, энергетика ваша повысится. И приходите на второй день, лучше на весь. Айнура сделает рассылку, в общем, потом придете, и там наполнимся. Честно говоря, знаете, мне очень странно, потому что человек, который был на тренинге, и вот, как бы, все равно, вам тогда еще на один тренинг, на наполнение придите, посмотрим. Можете еще, конечно, на один тренинг прийти, но вы, скорее всего, ничего не делаете, никаких рекомендаций вы не выполняли, да, ни письма прощения, не писали, ничего. Потому что за такой короткий, вы когда были на тренинге? Потому что за относительно короткий период, это, писал 40 дней, еще раз пишите. Вы что-то, вы что-то так, как-то не так писали в октябре, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Приходите на наполнение, и письма, в общем, заново начинаете. Вы всем писали каждый день? Семь дней? Нет, семь. Ну, семь дней, я же говорю, вот смотрите, вот все задают вопрос, да, а можно сделать это самому? Можно. Пишите письма прощения. А как будет легче? Легче будет прийти на тренинг, и потом писать эти письма прощения, да? Сходили на тренинг, семь дней, пописала, и все. Пишитесь, сорок дней. Семь дней ты пописала, потом кажется, что уже никого, всех простила, оставила, и потом его, это потихоньку, потихоньку отказываться назад. Всем только, всем только не себе. Ну вот, я же говорю, выполняйте инструкции полностью, то есть пишите прям вот сорок дней, прям всем-всем-всем письма. Скажите, если муж не торопится домой, встречи гулянки, женщине как себя вести, забить. Женщине важно запустить свою женскую энергетику, и в общем его привлекать домой. И важно делать так, чтобы ему хотелось идти домой, именно к тебе. Потому что, скорее всего, там есть вопрос того, что... А как запустить? Есть вопрос того, что уже стало, скорее всего, неинтересно, да? Что дают эти письма? Письма дают возможность... Письма... Знаете, на работу он может выйти. Вот на работу выйдите. Знаете, вот смотрите, письма дают то, что ты научишься прощать. Не надо забивать, ухаживать, вкусно пахнуть, чуточку вызывать ревность, кокетничать. Нет пока маленький ребенок. Маленький ребенок, в общем, займитесь собой просто, да, вкусно готовить на вечер. Займитесь собой, начните краситься, даже дома. В общем, свои женские штуки запустите. Знаете, что, возьмите ребенка, идите в торговый центр, я не знаю, там этот, и походите без трусов. Вот честно вам говорю, вот всем на тренинге говорю, девчонкам, снимайте трусы, одевайте юбку и ходите. И все. Четыре часа по торговому центру просто погуляйте. И посмотрите, как ваше кокетство все включится. Вот это вы, ой-ой-ой, куда-то это все откуда-то возьмется. Вот-вот попробуйте. Вы лучше начните. Я вам точно говорю. Без трусов круто ходить, если не ходила, походи. Отследи, вот посмотри, как люди будут на тебя реагировать, как реагируют мужчины, как реагируют женщины. В общем, на это все обратите внимание. Включается как детство, включается энергетика, супер совет, вообще спасибо. Включается, в общем, ты свою женщину почувствуешь, и потом на YouTube сразу появимся. Хорошо рискнул. Да не рискуй, сделай. Это крутая практика, на самом деле, у многих глаза начинают гореть. Сначала стыдно, неудобно, это даст возможность начать другую жизнь. Почувствуешь себя секси. В этом есть интрига. Никто не знает, знаешь только ты. А что еще посоветуете? Сначала это сделайте, зачем вам столько советов? Девчонки, круто-круто, честно, сразу походка меняется. Для женского начала это интрига, точная интрига, да. Это не то, чтобы для женского начала, это немножко запустить первую чакру, мне надо все сразу. Все сразу не получится. Это знаете, я бы взял деньгами, но мне надо сразу, да? Сразу вы можете, ну, в общем, лучше книгу возьмите и будете знать все сразу. Делайте лучше все поэтапно. И вот это один из таких самостоятельных упражнений, которые можно сделать самой, и ты вот почувствуешь, что включилось. Спасибо. Игорь, я вам говорила насчет запаха смерти, что я чувствую, сказали, что прийти была у вас на тренинге, а дома можно без трусов. Дома не помогает. Насчет запаха смерти, честно, я сейчас не вспомню. Вы лучше напишите подробнее, я вам сейчас отвечу. Этот запах еще стоит дома, что ли, или что? Или вы чувствуете кого-то? Дома смысла никакого нет ходить без трусов, потому что никто не видит. И... И поэтому, ну, дома. А без трусов зимой нельзя же. Мозг очень много что придумает. Конечно, в Астане, там, в Актаву где-то нельзя. Но есть торговые центры большие. Ты можешь зайти в туалет, снять трусы и пойти погулять. Дома можно в шелковой одежде и в стрингах. Кто сказал? Ну, замерзнет там все у вас. Хорошо отваливаться нечем, извините меня, конечно. Но лучше поберегите и вам еще рожать. Поэтому... Единственное, знаешь, после того, как сверху колготки так сработает. А сверху без колготок. Колготки тоже снимайте, можете надеть чулки, но без колготок. Вот. Поэтому, в общем, посмотрите. Это круто, что вам надо быть женским психологом. Знаете, я не знаю, я вот сейчас займусь патентом. Да, надо, спрос будет большой. Я займусь сейчас патентом, запатентую тренинги, потом они будут разные. Я пока направленности не бью, потому что нужно вот по всем маркетинговым штучкам нужно сначала развить, ну, я так понимаю, что нужно раскрутить один тренинг, а потом к нему уже приклеится все остальное. Меня больше интересует еще, знаете, такая тема, вот лидерство, вот именно лидерские качества, лидерство, как развивать, потому что этих тренингов очень много. Запах чувствую не всегда. В общем, смотри, в тот момент, когда чувствуешь запах, вдох-выдох, наполняешься золотым потоком, вся, песочком, наполняешь ауру и потом наполняешь квартиру, дом, страну, в общем, наполняешь вот этим золотым песком и выдавливая этот запах. Прямо выдавливая за пределы своего дома, за пределы туда вот подальше куда-нибудь. И все, это все пройдет. Не бойся, вдох-выдох и фу. Вдох и раз, и выдавливай, выдавливай, выдавливай. Просто ты еще знаешь, вибрации, может, понижаешь, из-за этого ты опять начинаешь это чувствовать. Как это запах смерти? Какая классная практика. В общем, вот какой запах смерти, в общем, не у меня, спрашивайте, потому что я его не чувствую, у меня больше другие ощущения. Только цены не ставьте, пожалуйста, за облачную, чтобы мы смертные смогли прийти к вам. Ну, цены совсем не заоблачные, насколько я понимаю. А потом, смотрите, заоблачные или не заоблачные, в любом случае результат тренинга зависит от той цены позиционирования, которую ты ставишь. Есть много людей, я же не истинно в последней инстанции, всегда на рынке есть предложения разные, да, разный ценовой сегмент, разные люди есть, да, и всегда есть человек, который доступен к твоему карману. Но я скажу тебе больше, чем больше ты заплатишь человеку денег, вот, ну, там, психологу, там, специалисту какому-то, вот этот, тем выше будут твои результаты. Потому что, когда ты заплатила, для тебя это ценно. Когда для тебя недорого, тогда ты можешь написать, а можешь не писать, можешь делать, можешь не делать. Вот, очень многие же спрашивают, как самому, вот, а можно самому блоки убрать. Можно, а как сделать? Письма прощения писать, отдайте письма прощения, дайте письма прощения, и никто не пишет. Вы поймите, что за вас никто в вашу жизнь же не проживет. Поэтому, в общем, пишите. А насчет цен, не знаю. цены, по мне, так, ценности, она, где-то, знаете, мы ценим то, во что вкладываемся. Поэтому, чем больше вложишься, тем больше получишь. Я же говорю, все говорят одно и то же, все делают одно и то же, практически. Единственное, вот, с блоками не все работают, вы стоите больше. Я не знаю, видите, стоишь ты больше или не стоишь, это же все рынок определяет. Поэтому, по мере твоей популярности, будет цена расти, в любом случае. Потому что, если ты, спрос будет расти, а ты цену будешь не поднимать, я же не могу себя клонировать. То есть, если бы я мог себя клонировать, это можно было сделать. А так, вы посмотрите на всех тренеров, бизнес-тренеров, психологов, коучей, цена растет по мере того, чем больше, чем выше популярность его становится. Потому что цена, это единственный регулятор твоего спроса на вот этом неэластичном рынке. Поэтому, вот так. Это уже такие маркетинговые штуки, которые я, это, кстати, тоже это у Радислава Гондопаса я взял. Вообще, я слушаю вот его каждый раз, когда бегаю по утрам. Я его слушаю вечерами, я его слушаю перед сном, я его слушаю днем, я его слушаю в самолете. И, очень он на меня влияет. Вообще, очень редко. Насчет скидок, скидок пока не делаю, потому что цена такая, она этот, играет. Вообще, вот, хочу делать вот эти, повторить, повторите, пожалуйста, кого слушаете. Я вот сейчас повторю, вот этот, странный у него, конечно, Радислав Гондопас. Фамилия у него странная, конечно, и сейчас я вам покажу его. Вот он. Рядом со мной. Прикольный чувак. Очень хороший, самый популярный тренер на постсоветском пространстве он. В общем, он на меня очень сильно повлиял. Он был одним, одним таким виртуальным моим ментором, который меня вот к этой профессии сдвинул. Вообще, я хотел читать тренинги по ораторскому искусству или по лидерству изначально. И, когда я себя разместил на сайте, и потом меня пригласили к сотрудничеству, потом мой тренинг продали по ораторскому мастерству в Нурбанк. Я провел в Нурбанке тренинги, и, в общем, три дня потом не мог встать. Было сложно. Конечно, я заработал за три дня то, что я раньше зарабатывал за 10 дней, но было очень сложно, потому что тема не моя, и я от нее не кайфую. А вот эмоциональная свобода, я провожу тренинг, и, в принципе, я себя нормально чувствую, мне хватает полдня, чтобы в себя прийти. Что из психологии посоветовать для женщин о взаимоотношениях с мужчинами? Игорь считал, что даже обычное принятие вам поднимает женскую энергетику. Взаимоотношения мужчин и женщин не знаю, что посоветовать. Насчет женской энергетики, знаете, если вы ходили на женские практики, там есть такая энергетическая практика, это вот цветочек, да, вот этот, розочка там или там этот. И этому, в общем, на тренингах я это показывал. Ничего в этом сложного нет, единственное важное состояние. По перископу или в книге это сказать все равно ничего понятно не будет, потому что это будет выглядеть очень странно. Это важно ощущать, и когда есть группа, и когда есть определенное пространство, в котором работаешь, роза в матке кажется, да, да, да. И вот с этой розочкой ты ее раздуваешь, и в общем никаких ванн не надо. Конечно, надо мыться, чтобы мне этот, после тренинга на работе дают деньги, но я не одна в кабинете сижу. Как будет делиться? Просто бери деньги и не делись. Ты сама достойна. Тебе дали и дали. Взяла и взяла, и сиди. Я готова принимать подарки от этой вселенной. И все. Вдох-выдох и принимай. Не надо, и вот это вот подлинненькое желание поделиться, завязывай, никому не давай. Так, батарейка садится. Сейчас я отсоединись. Сюда. Вот. Так. Спасибо. Пожалуйста, ну нежно. Конечно, зачем еще с кем-то делиться? Нет, так бывает, знаете, когда вот кто-то деньги тебе дает, и тебе охота поделиться, потому что ты сам как будто не достоин. Бывают такие. Охота всегда с кем-то делиться. Знаешь, чувство виноватое. Смотри, когда ты хочешь делиться, не то чтобы делиться, когда ты помогаешь всем и думаешь, что я сейчас всем помогу, 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 тогда тебе не хватает любви. Ты как на паперке, да, ты одному помог, другому помог, этому денег дал. Скажи же, я же хороший, я же тебе деньги дал. И ты вот эти вот собираешь любовь, и в общем, это как попоршайничество, знаешь, такое. Вот. Поэтому вот так это. Так что, наверное, на сегодня все. Пойду погуляю на набережной. Я поставил 8800. Ох, классно, спасибо. Вы, прям вот, благодарю вас за лайки, потому что от них много что зависит, я так понял. 8000 лайков, ничего себе. Большое спасибо. В общем, завтра трансляцию буду делать с утра на набережной. В общем, посмотрим с вами лебедей. Это будет по вашему времени, там во сколько проходить, часов в 9, наверное, хорошо погулять. Большое спасибо. Ладно, дырка на экране. Это что значит дырка на экране? У меня дырки нету. Спасибо вам, по-нашему 10. Вот. Значит, нет, это по-вашему в 9. Я буду, наверное, по ихнему 8 буду. Ну, в общем, так как-то. В общем, всем пока-пока. До завтра. Встретимся на берегу от лайков. А, дырка в экране. Большое спасибо. Все. Давайте, пока. Так, пока-пока.